Всем известно, как сложно вырастить декоративные хвойники. Оказывается, об этом можно позаботиться зимой. Как, расскажет Ольга Платонова. Мало кто знает, что придя из леса, можно с собой принести новый посадочный материал. Готовим раствор стимулятора роста, строго по инструкции. Теперь в растворе замачиваем наши черенки. Пока наши черенки набираются сил, замочим в воде мох сфагнум. Теперь выстилаем полотенце, складываем его. И в центральную часть наш разбухший мох. Мох прекрасно сохраняет влагу. Именно во мху будет проходить процесс корнеобразования. Ну а теперь готовим черенки. Берем и освобождаем низ черенков от лишней хвои. Теперь мы обмакиваем каждый черенок в стимулятор корнеобразования и выкладываем в мокрый мох. Старайтесь так, чтобы расстояние между черенками было не меньше 10 сантиметров, чтобы макушками, когда мы это все свернем, они не мешали друг другу. Теперь нижней частью полотенца нам надо прикрыть нашу будущую корневую систему. И начинаем все это сворачивать. Теперь просто нужно зафиксировать всю канцелярской резинкой. Если вы посадили черенки в конце зимы, то корни появятся в мае. И влаги будет достаточно. При условии, если вы это все положите в целлофановый пакет. Нужно подвесить вот эту всю конструкцию на окно, подальше от батарей. Если у вас старый дом и есть двойные рамы, то лучше между рамами. Размножайте хвойные растения с удовольствием, и пускай их будет побольше на ваших прекрасных дачах. Редактор субтитров А.Семкин